Мы рассматриваем конституциональные типы. И сегодня третий вебинар. На первом вебинаре мы говорили о вате. Теперь мы говорим о двойных типах. Прошлый вебинар был о вата-пита-викрите. Сегодня мы говорим о питовата-викрите. И получается, что вата-пита и питовата – это совершенно разные типы. И у них совершенно разные особенности. И лучше знать, и понимать, и вовремя корректировать. Итак, давайте рассмотрим особенности. Питовата-тип по-другому называется пустота-инь. С позиции традиционной китайской медицины. С позиции эурведы. Называется дефицит оваламбака капхи. При питовата-конституции. Что такое оваламбака? Мы поговорим еще немножко. Это субдуши капхи. Опять же с позиции китайской медицины. Это называется синдром внутреннего жара, синдром пустого жара, пустота-инь, недостаток всех жидкостей тела. Итак, в традиционной медицине китайской основа – это баланс инь и ян. И инь-энергия, она, когда в балансе находится с энергией ян, то позволяет сохранять спокойную силу, выносливость, адаптироваться к различным изменениям окружающей среды. Не гиперактивную, реактивную, напряженную. Соответственно, а если энергии недостаточно, вот мы имеем гиперактивную, реактивную, суетливую, напряженную энергию. И инь – это материальная основа для ян. То есть, другими словами, если мы рассматриваем структуру тела, то инь – это материальная основа. Это питательные вещества тканей, жидкостей тела. Вот мы видим здесь на картинке, что такое инь, что такое ян. Инь – это трофика. Трофика – это питание. Совокупность метаболических процессов, то есть обмен веществ, по сути, которые обеспечивают функцию внутреннего органа, но в данном случае печени. Благодаря своевременной доставке питательных веществ и выведению токсина. По сути, наши аюрведические средства и должны, и так и делают, питают каждый орган, на который направлен, выводят токсины, и за счет этого улучшается функция органа. А функция уже относится к ян, то есть выполнение органам, возложенных на него организмом комплексных функций. Вот взял организм органы, возложил на них функции, и они должны выполнять. А для того, чтобы выполняли, они должны хорошо кровоснабжаться, хорошо питаться, то есть в этой крови должно быть питание, кислород, те питательные вещества, без которых орган работать не может. И когда говорится о пустоте инь, о недостаточности инь, имеется в виду недостаточность трофических процессов. Недостаточность инь, субстанции, жидкостей, кровь также относится к иньским органам. Как можно понять, есть у человека недостаток инь или нет его, насколько выражен? Чем больше положительных ответов? Вот часто вижу сны, оказывается, это недостаток инь. Ворочаюсь сбоку на бок, не могу заснуть, это тоже. Кожа сухая, ну понятно, да, недостаток жидкости, значит сухостью проявляется. Мало того, что кожа сухая, после разговоров пересыхают губы и рот. Может вы встречали, у меня есть такой знакомый человек, который разговаривает и все время облизывает губы. Ну, в общем-то, страшно, неприятно смотрится, но это вот синдром дефицита И. Есть склоны к запорам и сухой стул, и как раз склоны к запорам из-за сухости в кишечнике. Часто хочется пить, но для того, чтобы напиться, достаточно несколько глотков. В то же время, несмотря на сухость, ночная потливость, люди быстро устают, не могут расслабиться, бодрствуют после 12 часов, не могут заснуть на щеках, румянец. И в китайской традиционной медицине очень распространена диагностика по языку. И что можно увидеть на языке? Налета почти нет. Но есть трещины, есть покраснения. И вот наиболее частыми объектами И являются сердце, легкие, печень, желудок. Итак, если брать с позиции Айурведы, мы говорим об Аваламбака Капхи. Мы знаем, есть три доши, и у каждой доши есть пять субдош. И вот Аваламбака – это самая главная субдоша Капхи. Если вы посмотрите на рисунок, вы увидите, что она находится по центру. Как раз в грудной клетке, там, где сердце, где легкие. То есть Аваламбаку называют корень, то, что поддерживает жидкости тела. Это хранилище Капхи. То есть это самая главная субдоша, по сути, хранит вот эту влагу для всего тела. От нее зависят все остальные субдоши. Итак, где располагается Аваламбака? В интерстициальной жидкости. То есть интерстициальная жидкость – это межклеточное пространство. В лимфе. И именно в лимфу попадает из кишечника. Что в лимфу попадает? В лимфу всасываются жиры. И потом лимфа впадает в лимфатический проток. Вся собирается, впадает в подключичную вену. То есть лимфа впадает в кровь. И дальше в кровь попадают питательные вещества для других видов Капхи. Потому что Капха, говорят, это вода. На самом деле это слизь, это коллоиды. И в организме удерживают эту слизь, эту коллоиды, эту влагу. Это жиры и фосфолипиды. Все они впадают сначала в лимфу. То есть оваламбака, Капха, это еще слизь, которую вырабатывают легкие. Это плазма, которую распространяет сердце по организму. Плазма это, соответственно, первая ткань тела. Раса это ресурс, в которой растворены питательные вещества для построения второй ткани тела. Крови, ракты. И второй, третий и так далее. И когда у человека здоровая, хорошая оваламбака, то это защищает сердце и дает сильные мышцы, хорошо развитую мускулатуру, вот так вот, верхней части тела. Когда оваламбака, Капха выходит из баланса, то возникает астма. Вот она, настоящая причина астмы. А у нас считается, что нужно использовать гормональные ингаляторы всю оставшуюся жизнь. И могут возникать боли в грудно, в поясничных отделах и болезни сердца. И поскольку оваламбака, Капха находится в легких, в сердце, то курение это злейший враг этой важнейшей субдоши. Соответственно, почему? Во-первых, курение блокирует выработку сурфактанта, который обеспечивает поверхностное натяжение альвеум. Нарушается газообмен. Кроме того, в легких есть очистительный такой механизм, мукоцеллярный. То есть, бакаловидные клетки выделяют слизь, которая, как ворсинками, поднимается наверх. Курение же блокирует, разрушает этот ценный механизм. Но потом, конечно, возникают болезни легких, болезни сердца. С точки зрения западной медицины. Вот здесь, на этом слайде, есть много таких непонятных каких-то терминов. Атреопептин, ренин, ангиотензин, алицетероновая система. И, в общем-то, я не собираюсь вас этим грузить и подробно объяснять это все. Просто я хочу тем самым показать, что наше тело одинаково у всех людей. У всех веков, у всех поколений, у всех рас. Мы все устроены одинаково. У всех есть сердце, печень, почки. И работают они одинаково. Просто нашу физиологию, нашу анатомию можно описать разными словами. И вот как раз Олег Викторович Сорокин, он и объясняет, что сказала Юрведа, что сказала об этом же традиционная китайская медицина, и как это перевести на язык западной медицины. Потому что мы сталкиваемся очень часто с тем, что люди говорят, я не верю. Вы знаете, недавно были в медицинском центре, где главный врач сказал, я в это не верю. Во что вы не верите? В Аюрведу? А зачем мне верить? Ее надо изучать. И вот если человек говорит, я не верю в Аваламбаку капху. Да? Ну хорошо. А водно-солевой баланс вы верите? В ренина, ангиотензина, альдостероновую систему вы верите? Так вот это же та же самая Аваламбака капха или пустота и инь, или синдром внутреннего или пустого жара. Все то же самое. То есть Аваламбака капха, она отвечает за увлажнение, за водно-солевой баланс. Она должна поддерживать объем жидкости в клетке, во внеклеточном пространстве. От нее зависит упругость, эластичность всех органов и тканей. Тургар называется, да? И благодаря этому возможно работа клетки и органелл внутри клетки. Потому что если человек обезвожен, он теряет силы, ресурсы, энергию до какого-то момента, ну сколько мы там можем прожить без еды. И вот как раз Аваламбака за все это отвечает. И отвечает за выведение жидкости через легкие с дыханием. И оказывается в сердце есть тоже такое вещество, атриопентин, которое регулирует вот такой водный обмен в сердце и обеспечивает нормальную спокойную работу сердца, отсутствие повышенного давления. Клинический пример, когда к нам приходит человек с питоватой конституцией, питоватой викрити. Это может быть, например, полная энергичная гиперактивная женщина, хорошо себя чувствует, зачастую такие люди говорят, мне ничего не беспокоит, да? А потом начинают жаловаться на сухость. И так и рассказывают. Кожа сухая, руки сухие, лицо сухое, язык сухой, глаз сухой, все сухое. Сухая кожа, естественно, быстро стареет, питаж доминирует, да, огонь при этом румянец, постоянно люди чувствуют жар в стопах и в ладонях, мешают даже спать. Перевозбуждение именно к вечеру, когда нужно спать. Невозможно заснуть. И вот интересно, что эта сухость проявляется и на уровне поведения, да? Мы знаем, есть люди теплые, добрые, такие мягкие. А есть вот такие холодные, сухие, суетливые, раздражительные. И есть тенденция к худобе. То есть не обязательно это люди будут с избыточным весом. Они могут быть и худые. То есть вот так проявляется пустота инь, нарушение увлажнения в ламбако-капхи при пита-вата-викрите. Потому что пита состоит из огня и воды. Вата из эфира и ветра. Капха из воды и земли. Но поскольку здесь доминирует огонь, пита, вата-воздух еще больше разжигает этот огонь, добавляет ветра, то в итоге испаряется вода, да? Провал воды, рост огня и ветра. Какие причины вот такой сухости? Кстати, вот здесь на картинке вы можете определить такой простой тест, как определить сухость ткани. То есть если взять кожу в складку, то она должна быстро расправиться. Не расправляется. Чем хуже расправляется, тем более выраженная стадия обезвоженности. Итак, причина обезвоженности это может быть врожденная и не карма. То есть нам говорят, что мы получаем то тело, какое заслужили по нашей карме. Это может быть питание продуктами, которые высушивают. Ну, например, это изобилие специй, кавказская кухня. Это может быть длительный синдром жара в результате какого-то воспаления, какой-то инфекции. Это могут быть заболевания с потерей крови, потому что кровь это инская субстанция. Потеря крови вызывает потерю жидкости в организме. Это проживание в сухом горячем климате. Это может быть патологический климакс, ночная потливость, когда человек теряет очень много жидкости с потом. И старение мы высыхаем. Как говорят, девушка с персиками превращается в бабушку с курагой. И если ребенок рождается, он на 90% состоит из воды. Взрослый человек процентов уже на 70%, то у старика где-то 50% воды. И, соответственно, кожа очень быстро стареет, когда теряет влагу. И вот очень важный момент. Обратите внимание, пожалуйста. С 11 до часу ночи организм восстанавливает влагу. И если бодрствует, то из-за потери влаги идет очень быстрое старение. Многие из нас уже прекрасно знают, что надо ложиться спать не позже 11 часов. Еще лучше в 10. А в 9 так идеально. И причем, чем старше человек становится, тем раньше ему нужно ложиться спать. Во-первых, потому что он теряет источник энергии. Сон для человека это источник энергии. А во-вторых, я сама не знала первый раз, узнала, что в это время организм восстанавливает влагу. Поэтому, если мы не хотим превращаться в курагу, то надо до 11 ложиться спать, и это замедляет процессы старения. Что нам покажет Традопульс? Первое, что мы делаем, это мы смотрим вкладку баланс. Баланс вата, пита, капхи. И мы с вами проговаривали, что если какая-то из дож выходит за цифру 7, то это монодоша, либо это вата, либо пита, либо капха. А вот двойственные конституции, доминирующая доша не выходит выше 6-7. И мы видим, что одна доша выходит за пределы нормы, вторая может быть в норме, третья истощается. Ну, это мой пример, ну, не мой личный, это пример моей клиентки, которая у меня была на диагностике. Здесь мы тоже видим вата, питу, викрите, и у меня ведопульс, и в ведопульсе написано вероятность дуального типа вата, пита, вата, да, 84% пита, вата. Традо пульс не указывает, там нет этого предложения, там просто нужно смотреть по цифрам. И вот мы видим по высоте, выше всего пита, потом следом идет вата, ну, и капха здесь еще не сильно истощена, ну, вот такая тенденция к истощению. Все равно это вот типичная ситуация пита вата викрите. Далее, что мы смотрим? Мы смотрим total power. Общий уровень энергии, причем он здесь достаточно хороший. Вот мы видим 1506, то есть типично total power 1000 и выше, то есть это нормальный уровень энергии для организма. Если мы посмотрим у человека пульс, это будет пульс питы, пульс лягушки. Такой лягушки, кобры. Так, что мы еще смотрим? Мы смотрим спектр. Значит, я вам хотела тоже показать, что смотрите на спектр три цвета. Голубой, красный и зеленый. Голубой это центральная нервная система, красный и зеленый это вегетативная нервная система, которая делится на два отдела. Красный это симпатикотония, зеленый это парасимпатический отдел. и при питоватой викрите мы наблюдаем, что красный диапазон буковки LF составляет 50-60% от спектра. То есть, вот этот синдром внутреннего жара, пустого жара повышает тонус симпатоадреналовой системы. У меня пример такой нетипичный, потому что видимо у женщины еще капха не совсем истощена и здесь не так выражена. А обычно можно наблюдать, что красный отдел спектра доминирует над зеленым. Опять же с позиции Рведы голубой цвет это область ветра, красный это область огня, а зеленый парасимпатикот, это то, что восстанавливает организм. То есть тоже обращаем внимание либо на график, либо на цифры в той же строке, где мы смотрим total power. При этом смотрите интегральные индексы вообще в норме. Уровень стресса в норме 97, цена адаптации в норме 45 ровно посерединке. Это означает, что сколько человек получает ресурсов, столько и тратит. Полный баланс. В отличие от вата конституции, от вата викрити, где высокий уровень стресса, и организм это тратит очень много ресурсов. Скорость биологического старения сердца в норме, индекс морфо-функционального состояния, по-другому сказать, можно это индекс здоровья или индекс работоспособности, вообще сто процентов. И кажется, человек здоров, зачем он пришел, а у него серьезные проблемы. и вот данный пример это женщина, у которой серьезные проблемы с гинекологией, с гинекологическими вернее заболеваниями. И видите, надо лечить не столько заболевания, сколько приводить организм в баланс, приводить в баланс души, субдоши. Во вкладке Атлас мы видим напряжение в гипотабиллярной зоне печень. То есть печень согревает наше тело, не просто так печень от слова печь, от слова печка, там самая высокая температура. И соответственно, когда печень работает с напряжением или с истощением или с нагрузкой какой-то, то она тоже продуцирует, участвует вот этот внутренний жар. И может быть провал сердца, почек кишечника. В данной ситуации мы видим почки мочевой бузырь. И вот как раз смотрите сочетание почки эндокринная система и печень указывают нам на проблемы с гинекологическими заболеваниями. То есть я обычно веду прием, я сначала все спрашиваю. жалобы какие есть. Вот. И если человек что-то не рассказал, допустим, вот по сочетанию печени, почек и эндокринной системы, можно заподозрить проблемы какие-то с яичниками, с маткой, с эрозией какие-нибудь и да, действительно вот как раз у женщины именно эти проблемы. И смотрите гинекологические проблемы с точки зрения западной медицины. В чем причина киста, миомы, мастопатии, эндометриоза и так далее? Это нарушение метаболизма половых гормонов в печени. Да? Плюс почки младшие сестры печени. то есть мы знаем еще тему почечного токсикоза и вот нарушения в эндокринной системе. И несмотря на то, что у женщины основные проблемы у нее там с яичниками, с эндометриозом, эрозия там, вот эти она все время лечит, 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 вылечить не может, потому что тело кусочками не лечится и надо приводить в баланс регуляторные системы. Вату, питу, капху. Какие могут быть болезни при таком виде викрити питовато? Склонность к похудению, сухости, жару, истощению, кожным заболеваниям, то есть кожа коксида очень быстро стареет. Аритмии, потому что сердцу не хватает влаги и чаще всего развивается мерцательная аритмия. Бессонница это сухость ума, пустой огонь беспокоит дух сердца. Видите, все клетки, чтобы они хорошо работали, надо увлажнять и мозг с возрастом он тоже усыхает, в размерах уменьшается. Нельзя этого допускать. В детстве обычно хронические танзели, тангины, во взрослом возрасте хронический фаренгит, все это недостаток воды в горле. Сухость в толстом кишечнике может вызвать острый запор на фоне жара, а жар возникает на фоне воспаления. То есть опять мы приходим к тому, что огромное количество всех заболеваний базируется на хроническом воспалительном процессе в кишечнике. Понимаете, что такое запор? Запор это обычное следствие колита, воспаления в кишечнике. А что такое колит? Это сухость, потому что бакаловидные клетки должны выделять слизь. И пищевые массы, вот эти каловые массы, в этой слизи, по слизи хорошо проходят на выход. Воспаление, клетки воспалены, свою функцию выполнять не могут, влаги не хватает, да, и получаются сухие каловые массы по-сухому пройти не могут, воды не хватает в теле. Отсюда острые запоры могут быть и хронические запоры, то есть острые на фоне жара, например, температура 40, да, синдром пустого жара, и кишечник не выполняет свою функцию, острый запор, видимо, поэтому тоже во время такой интоксикации, такого воспалительного процесса есть вообще не хочется. Вообще в китайской медицине, когда говорят жар, имеют ввиду внутренний жар, а внутренний, внешний вернее жар, а внутренний это огонь, то есть жар внутренних органов это огонь, а жар тела пустой жар, избыточный жар, это все внешний такой жар, температура, да, склонность к алкоголю патологический климакс, то есть патологический климакс, он не должен быть у каждой женщины, чаще всего угасание яичников происходит спокойно без всяких явлений, а как только начинаются вот эти приливы, то кидают то жар, то в холод, профузный пот, это вот все синдром пустоты, дефицита валамбака капхи, и надо восстанавливать водно-солевой баланс, как корректировать питание, существует внутри генетика пустого жара, снизить жар, удалить ветер, увлажнить, значит вяжущий вкус, он усиливает вату, а нам надо уменьшить вату, значит вяжущий вкус исключается, успокаивает вату все сладкое, поэтому сладость удаляет жар, ветер увеличивает жидкость, поэтому если человек заболел, острая какая-то инфекция, у него резкая потребность кислороде, в глюкозе и в йоде, и вот эта вот глюкоза сладкая увеличивает жидкость, помогает успокоить и вату, и нормализовать вот эту инь, то есть мы знаем, что нельзя злоупотреблять быстрыми углеводами, но вот острые температурные реакции это абсолютное показание к приему углеводистой пищи, и в это время кроме этого больше ничего не съешь, можно только горячий там чай с малиной, с малиновым вареньем, с медом, там кисельки, манные кашки и так далее, пища должна быть прохладно-теплая, не сильно горячая, то есть питу надо уменьшать, умиротворять, ограничить потребление острых пряностей и специй, которые разжигают внутренний огонь, не следует подливать масло в огонь копченостями, алкогольными напитками и очень жирной пищи и когда люди приходят и жалуются на такую сухость, значит, они должны пить воду каждый час два часа по расписанию, то есть, а вот когда люди говорят, я не хочу пить совсем, этот даже в расчет не берется, хочу, не хочу, напоминалку на телефон, два часа прошло, полстакана выпить, можно оставить даже каждый час и пить по два-три глотка, то есть, не ждать жажды минимум два с половиной литра, вообще, аюрведа против бездумного приема большого количества воды, потому что это рекомендуют для снижения веса, а люди с избыточным весом, как правило, капхи, а капха это уже вода, они и так наводнены, а вот там, где действительно нужна вода, это при избытке питы, причем вода дисциплинирована строго по расписанию, причем травяные чаи без сахара тоже можно использовать обычную воду и травяные чаи, нужно сосредоточить внимание на продуктах с прохладными свойствами, которые выводят пустой огонь и восполняют ими. Это вот овощи и фрукты, все, которые вы видите здесь на слайде, которые вы видите на картинке, то есть в сыром виде овощи и фрукты, они охлаждают, но есть редкие исключения, это тропические какие-то фрукты, это когда мы едем в Таиланд и хочется попробовать ланган, личи, рампутан, но попробовать можно, злоупотреблять не нужно. И смотрите, к охлаждающим еще относятся водоросли, поэтому морской салат любой с хлореллой, со спирулиной и сюда же относятся проросли ячменя и почему на море так хочется кокосовый сок, кокосовую воду, она тоже в жаркое время охлаждает. Вот это мне очень понравилось, что морепродукты это океан иньской энергии. Я поняла, почему все женщины в основном любят рыбу, морепродукты, а мужчины любят мясо, шашлыки, наваристые бульоны, супы, то есть огонь это ян и соответственно все, что приготовлено на огне повышает ян, а вода это инь и все, что живет в воде повышает инь, то есть живые существа обитающие в воде постоянно находятся в иньской стихии, наполненной иньской ци, вне зависимости от того в морской они в воде или в пресной воде. Поэтому какие угодно раковины, гребешки, рыбу всех сортов и среди всего разнообразия морепродуктов оказывается креветки являются теплыми и не подходят лицам с пустотой инь. Но ничего, надо это все выровнять, а потом использовать вкусненькие креветки. при синдроме пустого жара нужно выбирать охлаждающие продукты и прохладное мясо. Говорят, мясо рождает огонь. То есть понятно, что при пустоте инь не надо много мяса, но в то же время совсем от него отказываться не надо. Оказывается есть мясо, которое разогревает, а есть мясо, которое охлаждает. То есть вот на картинке пекинская утка. Все это можно подбирать для себя. И наконец мы добрались до наших любимых аюрведических комплексов. Во-первых, энергоблиз при пита вата викрити номер один. Поэтому энергоблиз как источник энергии, да, и как источник вот этого пластического материала, да, из которого формируется раса, первая ткань тела. поэтому энергоблиз у нас аюрведическая рассояна. То есть мы сегодня рассматриваем синдром пустоты инь, а инь это материальная субстанция, да, это трофика ткани, это питание ткани. И дефицит оваламбаки, дефицит увлажнения клеток, неклеточного пространства, всех жидкостей. И поэтому нам нужно ткани тела питать, питать, наполнять. И энергоблиз это мощное, полноценное, легко усваиваемое клеточное питание. Смотрите, какой чудесный состав. Здесь амла, да, здесь миробаланы наши, здесь спаржа шатавария, это тоник для репродуктивной системы. А мы знаем, что шукра тхату это седьмая ткань тела. И она формируется из предыдущих шести, да, и соответственно, чтобы была наполнена вот седьмая тхату ткань тела шукра, значит, есть растения, которые наполняют все предыдущие ткани тела. И сюда относятся шатавария. Здесь и виноград мы видим, гранат, раковина жемчужной устрицы, здесь мы видим минералы, которые участвуют в кровообразовании, которые нужны для нормальной работы лимфатической системы, для циркуляции жидкости в организме, то есть очень грамотный, продуманный состав, и посмотрите, как бы вроде бы нелогично, да, потому что мы смотрим индексы, а у человека стопроцентный уровень здоровья. это же не вата, когда надо синдром пустоты и все вот прямо наполнять, 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 но здесь пита вата, то есть вата тоже нуждается в умиротворении, и поэтому энергоблиз просто номер один при таком типе викрити. Близминт при бессоннице, то есть у человека индексы все в норме, стресса нет, а он спать не может. Синдром пустого жара. И соответственно близминт доза подбирается такая, сколько нужно. Бывает на людей не действует по 1-2 раза, тогда по 2-2 раза, а бывает и по 3, вернее по 3 приема, то есть по 2-3 раза. Ну это как правило короткое время, так толкнуть паровоз, выпивать болезминт по 2-3 раза, как правило 3-4 дня, потом состояние значительно улучшается и дальше можно переходить по 2-2 раза или по 1-2 раза. Мимохенз, потому что опять же страдают ткани мозга. страдают ткани мозга, жар высушивает воду, мозг не может выполнять свою функцию и психической энергии не хватает. Если у человека патологический климакс, то менолайф, трехоблиз умиротворяет питу, поэтому когда пита выходит из равновесия, показаны и лилоблиз и трихоблиз. Трифалакс используется при любых конституциях. Это абсолютно тридошный такой комплекс пита ватокапха и вот смотрите какое отличие, что трифалакс содержит классическую трифалу, при этом содержит фенхель и индийскую розу. И трифалакс в отличие от классической трифалы, трифала это три плода, не сушит. Обычная трифала, она еще больше усиливает сухость и противопоказана вот при таких синдромах. И еще такой момент, что мы наблюдали, что бывают у людей такие запоры, что даже трифалакс на них не действует. И они рассказывают пью одну таблетку, пью две, не помогает, пью три, а в таком случае надо убирать сухость. Сухость убирают масла, потому что масло задерживает воду. И поэтому в таком случае рекомендуется утром натощак до еды выпить столовую ложку какого-то хорошего масла. Ну и еще мы заметили, что трифалакс лучше или раскусить, или растолочь, а то бывает, что сухости в кишечнике, сухость кишечнике, и воды не хватает для того, чтобы размягчить вот эту целлюлозу, оболочка которой покрыты все капсулы, чтобы они не распадались. Ну и при этом синдроме питового отовикрити абсолютно показана Аширадхара. То есть это такая процедура, когда масло льется на голову, на третий глаз, все умасливается, все тело умасливается, промасливается со всех сторон. И людям с такой конституцией она очень нравится, эта Аширадхара. И я опять напоминаю, что при избытке ваты и при всех пустых синдромах, а здесь у нас пустота ИН и синдром пустого жара. Противопоказана герудотерапия. Она показана только при застойных синдромах. Что нам показывает прибор наш для пульсовой диагностики? Ну в данном случае смотрите энергоблиз не вышел, потому что действительно стопроцентный уровень здоровья, но это женщина и вот ей рекомендуется Минолайф, Амла сладкая, именно сладкая, очень хорошо умиротворяет ветер, блесминт, трихоблиз, трифалакс, ну и трихоблиз масло тоже можно использовать для уменьшения головных болей. кстати волосы при таком синдроме тоже сухие и выпадают, поэтому увлажняет со всех сторон и наблюдать дальше смотреть. И в заключении Инь это энергия Земли, материя, с ней связано все медленное, глубокое, темное, низкие частоты. И поэтому рекомендуется такие медитации для увеличения Инь. Представить темные глубины океана или земные недра, в которых бушует огромная энергия. Цвета Инь это черный, черный с красным, синий, темные и спокойные тона. И вы знаете, я тоже заметила, наверное, многие девушки меня поддерживают, что бывает такой период в жизни, когда хочется темный цвет носить. Я помню, у меня одна больная была, которая говорила, если я не одену черное платье, то я как будто голая, у меня такое ощущение. То есть такой вот цвет защиты, женский цвет, иньский. Ну и подключение к энергиям Земли с помощью медитации специальных упражнений увеличивает внутреннюю силу. И на сегодняшний день очень много женских практик и все это тоже пойдет на пользу людям с пустотой и с дефицитом аваламбака капхи. на этом все. Спасибо за внимание. Я думаю информация была полезна. Так вопросов нет. Так поэтому всем хорошего вечера, хороших продаж. используйте пульсовую диагностику, изучайте ее. Это очень интересно и полезно. До свидания. департаменты.